Здравствуйте, уважаемые любители шашек! Сегодня я хочу познакомить вас с именем шашечного виртуоза Александра Ивановича Шошина. Его имя связано со всеми областями шашечного искусства. Он был сильнейшим турнирным и матчевым бойцом, блестящим мастером анализа, первоклассным составителем задач и этюдов. За неполные 12 лет своего творчества, а умер Шошин в 1906 году в возрасте 28 лет, он оставил в истории шашек яркий и неизгладимый след. Шошин также увлекался музыкой, живописью, писал юмористические рассказы и стихи. В 1901 году в Москве состоялся 4-й всероссийский чемпионат, в котором приняли участие 15 сильнейших шашистов. Игры проходили в два круга. Шошин отстал от победителя Воронцова всего на полочка, но выиграл матч в личной встрече у него полтора на полочка. Затем было организовано несколько матчей. Шошин все их выиграл. По окончанию соревнований он экспромтом написал всем игрокам визитные карточки, в том числе и себе. Вот такую. Я пальмы первенства не взял и стал весь мир мне тошен. Но в матчах славу я стяжал и тем доволен Шошин. В заключении рассмотрим одну из многочисленных комбинаций Шошина, которую он провел против Кузнецова в 1898 году. Давайте посмотрим эту партию. Белые пошли. Ж, Ф4. Шошин играл в этой партии черными. Ответил. Ф на Ж5. Белые на Б4. Шошин пошел на Ф6. Белые ответили. Б, С3. Шошин напал. Белые заняли поле. А5. Произошел размен. Черные пошли на Ж7. Белые на АБ2. Шошин пошел на Ф6. И тут белые решили связать левый фланг черных. Но Шошин не позволяет и нападает на эту шашку. Белые уходят на Д4. Опять происходит размен. Шошин занимает поле С5. И в этой позиции белые допускают решающую ошибку. Ходят Е на Ф2. И Шошин проводит красивую, достаточно сложную комбинацию. Началась она так. С на Б4. Белые бьют. Шошин отдает шашечку. Одну. Потом еще две. И бьет на Е5. Белые бьют. Черные бьют. Белые бьют. И заключительный удар черных. Дамка ставится на поле Ж3. И в этом положении белые остались. Еще хочу вам показать нетрудную, но блестящую комбинацию. При всех шашках на доске, которую провел Шошин в 1900 году против Тувалева. Вот эта комбинация. И теперь следует заключительный удар на преддамочное поле. Тут черные могут вернуть пешку. Ну, белые остаются с лишней пешкой и с подавляющей позицией. Я думаю, что тут не составило труда довести эту партию до победы. Благодарю за внимание. Благодарю. Благодарю за внимание.